ТЕМА ДНЯ 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 ТЕМАДЯ ТЕМА ДНЯ Социологи опрашивали население, и, по-моему, лояльные кремлевые структуры, и она зафиксировала, что 90% респондентов против повышения пенсионного возраста. То есть это самое непопулярное мероприятие из тех, что реализовывали российские власти, ну, наверное, лет за 10, а может и за 15, начиная с монетизации льгот. Даже монетизация льгот, по-моему, была воспринята более, так сказать, неоднозначно, а здесь однозначно негативно воспринимается вот эта пенсионная реформа. И, понятно, для того, чтобы минимизировать ущерб, нужно, чтобы в этот момент в информационной повестке доминировало что-то другое. Ну, а что может быть для нашего человека, так сказать, более важным, чем футбол, тем более чемпионат мира, тем более, когда со всего мира гости съехались. Вот, и в этом смысле, вот, с политтехнологической точки зрения решение объявить о реформе, запустить реформу в момент, когда у нас футбольные баталии, это абсолютно правильное решение. Я бы тоже сам. Ну, вы знаете, оно действительно правильно с точки зрения, так сказать, голой науки, вот, там, взять любой учебник, то есть, это просто сделано блестяще, но оно сделано, вот, на мой взгляд, слишком блестяще, если можно так выразиться. То есть, это слишком нарочито получилось. Ну, вот, это понятно всем, это понятно, там, я не знаю, рядовому труженику села и любому профессору в Москве. Это понятно, что, вот, это сделано, вот, именно, вот, под это, вот, под Мондиаль. А тот факт, что это понятно, это не отменяется того, что это работает. Понимаете, мы многие вещи осознаем, и, тем не менее, живем, так сказать, в русской той конве, которой эти вещи задают. Поэтому, даже если люди это осознают, это все равно надо делать именно так. Абас, ну, вот, сейчас в интернете гуляет ролик, который раскопали достаточно старый, в котором Владимир Владимирович Путин говорит о том, что никакого повышения пенсионного возраста не будет. Пока я президент, повышения пенсионного возраста не будет. Это достаточно старый ролик, ему больше, больше 10 лет, но, тем не менее. Так что, что изменилось? Ну, очевидно, что экономика ухудшилась, и просто, ну, оставить все, как есть, уже невозможно, денег нет в стране. В общем-то, экономика-то ухудшается на протяжении уже лет пяти, наверное, ну, четырех точно. Как санкции против нас ввели, в принципе, началось ухудшение. И в этом смысле ничего удивительного, что власти делают, а вот эту реформу нет. В общем-то, вот я лично абсолютно не сомневаюсь в том, что если бы был хотя бы один шанс этой реформы избежать, ее бы обязательно избежали. Наш режим, российский режим нынешний, он очень склонен к популизму, к такому вот социал-популизму. И тот факт, что он идет на столь непопулярный шаг, говорит о том, что по-другому просто нельзя. Но, тем не менее, сейчас, я вчера видел данные, что более 600 миллионов, 600 тысяч, простите, подписей собрано под петиции с просьбой отменить эту реформу. Я понимаю так, что сейчас уже эта цифра перевалила за миллион, потому что сбор идет постоянно. И, в общем-то, любой готов под ней подписаться. Тут как бы в обществе царит полный консенсус. Даже те, кто в душе понимает, что необходимо повысить пенсионный возраст, тут же примеряют это на себя и понимают, что нет, мы не хотим, чтобы его повышали. То есть, какая-то волна недовольства все-таки будет. Какие действия будет предпринимать правительство? Ну, очевидно, что речь идет не столько о правительстве, сколько о Кремле, потому что с политикой у нас не правительство работает, работает Кремль. А это же экономика или это тоже политика? Нет, само событие экономическое, но мы же сейчас говорим об его политических последствиях. Сбор петиции или, например, те массовые акции протестные, которые уже начинаются, если не ошибаюсь, в Новосибирске уже первая акция прошла, сейчас по всей стране это начнется. Деятельность оппозиции, которая обязательно начнет эту тему использовать для критики властей. Вот Зюганов уже объявил о том, что референдум будем проводить, инициировать проведение референдума по этому вопросу. То есть, вот эти все вещи, это в чистом виде политика, и этим будет заниматься Кремль. Поэтому, понятно, что они будут пытаться размыть повестку, вот так же, как это сейчас произошло с футболом. Будут пытаться отвлекать внимание, будут пытаться, так сказать, в бочке дегтя отыскать ложку меда. Значит, на все воды будут пиарить вот тот факт, что пенсии сейчас будут повышаться, пытаются максимально эту тему раскачать. Сначала говорили, что на тысячу рублей в год будут повышать пенсию. В ответ на взрыв, так сказать, возмущение сказали, что вот неправильно вы нас поняли, а оказывается на тысячу рублей в месяц. То есть, по итогам года прибавка будет составлять 12 тысяч рублей. Это, в принципе, уже очень весомый аргумент для действующих пенсионеров, для тех, кто, например, в этом, в следующем году будет выходить на пенсию. И, соответственно, вот будет борьба за интерпретации, как всегда в таких ситуациях бывает. Но борьба будет вестись с переменным успехом, но, в конце концов, конечно, Кремль ее проиграет. То есть, убедить общество в том, что это хорошо, не получится. Вот убедить наших людей в том, что им надо добровольно расстаться, так сказать, со своими деньгами, ну, нельзя. Наши люди к деньгам очень трепетно относятся. Ну, по-моему, все трепетно к деньгам относятся, любого трудного бизнеса. Ну, нет, россияне относятся более трепетно, чем жители развитых стран. Просто потому что, а, у нас этих денег совсем мало у населения, и, б, в целом, в силу очень высокого уровня недоверия по отношению к системе и по отношению друг к другу. То есть, если, например, среднестатистический финн или швед, в общем-то, верит в то, что государство эффективно распоряжается, так сказать, изъятыми у него деньгами, там, изъятыми, вот, с помощью налогов, например, он почти наверняка уверен, что эти деньги не будут, так сказать, разворованы, а будут куда-то с более-менее, там, приличной эффективностью вложены в какие-то, там, правильные, нужные для страны проекты, то наши жители никаких иллюзий по этому поводу не испытывают. Они уверены, что все бюджетные деньги разворовываются, и все, что у них государство отняло, оно, так сказать, пойдет не на благо государства, а в карман, так сказать, вороватому чиновнику. И в этом смысле наши люди с деньгами будут раздаться еще гораздо больше неохотно. У них еще будет ощущение, так сказать, не только, что вот у меня деньги забрали, у меня их меньше стало, но еще ощущение, что меня ограбили, обманули, что это несправедливо. А россияне, ну, к теме несправедливости, они очень, так сказать, болезненно относятся. Абас, скажите, вот действительно блестяще подобран, так сказать, информационный повод, как бы информационный шум, точнее, в виде Мондиаля, на фоне которого действительно легко тонет все остальные новости, но, тем не менее, не кажется ли вам, что это произошло, вот это повышение пенсии, ну, и повышение налога на добавочную стоимость, это было объявлено, вместе произошло уж как-то слишком быстро и как-то слишком близко к введению дополнительных санкций и реакции целого ряда российских олигархов, которые попали под санкции, и, в общем-то, об этом писала пресса, что они тут же обратились к правительству, государству с просьбой компенсировать, с просьбой выдать им новые кредиты и так далее, и так далее. То есть у простого человека абсолютно четко складывается причинно-следственная связь. То есть вот на нас наехали, у них отобрали деньги, а теперь у меня отбирают деньги, чтобы отдать им. Да, но вы абсолютно правы, что вот этот аргумент о том, что, значит, почему вы изымаете у простых людей, значит, а при этом не изымаете у олигархов... А наоборот, даете олигархам, потому что уже было объявлено, что там дополнительное кредитование предоставляется и так далее. Да, да, да. Ну, то есть этот вопрос всегда присутствует в российской политике. Но Россия, собственно говоря, от Израиля тем и отличается, что здесь власти контролируют подавляющее большинство медийных каналов и политических игроков. И в этом смысле, ну, можно себе позволить делать какие-то непопулярные вещи, не слишком, так сказать, заботиться о репутации, просто потому что потом с помощью административного ресурса ты компенсируешь, так сказать, свои политические неудачи. В Израиле, конечно, это, ну, закончилась, так сказать, политическая катастрофа для правящего класса, да, когда вот столь очевидным образом изъяли у бедных и, так сказать, отдали богатым. Но в случае с Россией, поскольку вот то, о чем мы с вами сейчас говорим в эфире Первого канала не прозвучит, вот в случае с Россией вот эта логика, она не будет иметь того, так сказать, разгромного характера, который могла бы иметь. И в этом смысле, ну, пронесет, так сказать, власти. Скажите, ну, вот информационный повод в виде Мондиаля, в общем-то, ресурс конечный, он скоро, как бы, будет завершен, и тогда, так сказать, люди поймут и начнут уже обращаться более серьезно к тому, что же произошло. Не кажется ли вам, что правительство, опять-таки, под правительством, я сейчас понимаю, вы меня правильно поправили, не непосредственно правительство в главе с Дмитрием Медведевым, а, так сказать, Кремль и правительство все вместе? Не попробуют ли они, не попытаются ли они создать новый информационный повод, чтобы отвлечь внимание трудящихся, и этот информационный повод, боюсь, будет совсем не связан с футболом? Конечно, конечно, они будут пытаться всячески размыть вот эту протестную повестку, никаких сомнений нет. Это, так сказать, любой учебник по пиару откроешь, и ты увидишь, что это надо делать, и Кремль в этом смысле, он собаку-то съел уже. Так, а что на очереди сейчас будет? Очередной виток в Украине, очередной виток в Сирии, или что-нибудь новенькое, типа Грузия или Армения? Нет, 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 я надеюсь, что все-таки до такого не дойдет, понимаете. Есть все-таки вот такое противоречие между внутренней политикой и внешней, которое ограничивает возможности использования внешней политики вот в таких непопулярных ситуациях, ну, в таких негативных ситуациях, люди просто ведь могут сказать, слушайте, завязывайте уже в Сирии, у вас вот денег вообще нет, вы уже у пенсионеров, так сказать, отнимаете последнее, и продолжайте там свои авантюры в Сирии. Тут можно уже нарваться вот на такую реакцию, поэтому я думаю, я надеюсь, что как раз все-таки отвлекающие поводы будут искать внутри, так сказать, России. Ну, и самое первое, самое простое, что вот приходит в голову, это, например, смежная проблема дискриминации людей предпенсионного возраста работодателями. Все знают, что очень трудно найти работу вот людям старше 50, тем более там старше 55, а их стараются на работу не брать, стараются брать на работу помоложе, и в этом смысле повышение пенсионного возраста, оно само по себе плохо для людей, а тут еще и ты наталкиваешься с проблемой, что да, вы мне пенсию не будете платить, так я еще и на работу не смогу устроиться. Вот, соответственно, например, какой-то жесткий прессинг на работодателей, какие-то внесения изменений в законодательство, какая-то большая публичная дискуссия по этому поводу, значит, имеющая целью продемонстрировать, что государство эту проблему, так сказать, решает, что она не просто там людей оставила без пенсии, но оно обеспечивает им возможность нормального трудоустройства, вот, то есть что-то подобное будет происходить. В общем, надеюсь, это не приведет к каким-то внешнеполитическим авантюрам. Я говорю, воспользовавшись термином дедушки Ленина, переключить пролетарскую ненависть с правительства на кровопиец, буржуев, работодателей, олигархов и так далее. Да, 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 конечно, надо показать, что правительство заботится о людях. Сейчас правительство выглядит как некий безжалостный монстр, который набит людей. Надо показать, что это не так, что правительство о людях заботится, что есть другие злодеи, с которыми правительство борется. Спасибо большое. Спасибо большое, Политова Кабас Галямов. Спасибо. Ну и новых удачных побед российской сборной на Мондиале. Спасибо, дорогие друзья. Программа «Тема дня». Всего доброго.